Приветствую вас. Для начала я бы хотел отметить, что на первое место вы с такой важностью того, что, ну, с того, о чем вы пишете, да, на первое место вы ставите свой возраст, на второе место вы ставите престиж, то есть вот, что вы работаете в престижном месте и, вероятно, для вас это как-то важно. Вот, ну, может быть важно, что, как вы выглядите в глазах, вот, ну, в глазах других людей, то есть важно, важен внешний область, возможно, вам вот. Дальше идет в какой-то степени финансовая сторона. Вопросы, то есть вы говорите, что денег хватает на все, на зарплату хватает на все, вы говорите. И это тоже может быть свидетельствует о том, что вы находились, ну, были, находились в бедности. Вот, что могло, вероятно, ну, могло, возможно, возможно, могло, как-то вот, на вас повлиять. Хотя и не факт, конечно, но могло, как-то влиять на, да, вывод. И только уже после вы пишите о том, что вас волнует. Дело в том, что четыре месяца назад рассталась со своим молодым человеком и до сих пор, как кажется, не пришла в себя. Ну, давайте сразу рассмотрим с вами следующее. Ага, из-за чего вы расстались с молодым человеком? Это первый. Из-за чего вы расстались с молодым человеком? Что послужило обнованием для расставания? Какие-то, может быть, проблемы, да? Вот. Инициатива, чья бывает инициатива расстаться? Лоша или, ну, или мужчина. 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 Это тоже достаточно классный момент. Как вы восприняли расставание с молодым человеком? Возможно, вы восприняли его болезненно. Возможно, вы восприняли его на свой счет. Вот. Возможно, вы восприняли его как-то еще, ну, негативно. Вот. Но, тем не менее, очень важно уточнить, как вы восприняли расставание с молодым своим человеком. То есть, понятно, что это было негативно. Да, да, это понятно. Никаких, никаких здесь сомнений, в общем-то, нет в том, что для вас это было, для вас это был тяжелый опыт. Вот. Но, хотелось бы больше информации именно вот по поводу того, как вы восприняли расставание с мужчиной. Вот. Потому что это важно. Дальше. Очень трудно давалось расставание. Чем? Моральная священа. Из-за чего? Монстр. Пробовал строить отношения с хорошим танном, но у меня только на два дня хватило. Ну, здесь, во-первых, вы, очевидно, вышибаете клин-клином. Вот. Пытаетесь вышибить клин-клином, да? То есть, когда встречаетесь с другим человеком, вот это, конечно, скажем так, ошибка. Это первое. А второе. Что значит, хороший человек? То есть, ну, хороший парень. Да? Хороший парень. Это, вообще говоря, какой? Хороший парень. Это, вообще говоря, кто такой хороший парень. Вот. Ну, это достаточно важной информацией. Так же, потому что, здесь выключаются, включаются такие, ну, скажем так, оценочные сведения. Вот. И, говорите о том, с большому счёту, что, вот, кто-то мне подходит, а кто-то мне не подходит. Вот. Кто-то меня, ну, кого-то я считаю хорошим, да? Вот. А кого-то я считаю, ну, таким, не очень хорошим. Вот. И, конечно, очень желательно, чтобы вы для себя разобрались с тем, почему и для чего вы пытаетесь выбить линклином. Ну, вот. То есть, почему вы пытаетесь там, например, Другие отношения с другим человеком. Ну, вот. То есть, вам тяжело одной, вам не выносимо одной находиться. Вот. Или, может быть, есть ещё какие-то основания для того, чтобы вы, вот, условно говоря, делали то, что делает. Да? Вот. Эм. Дальше, вы, значит, пишите о том, что хватило меня только на несколько дней. Значит. Эм. Чего, чего именно вам, эм. Эм. Водухопечки, да, хватило на пару дней? Чё. Эм. Что именно? Эм. Хватило. Эм. 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 Ну, нужно рассмотреть и разобраться все, что именно вам было тяжело, что и что конкретно было вам тяжело. Вот. Дальше. Не хотел бы из себя его обманывать ложными чувствами. О каких ложных чувствах вы говорите? Вот что это за ложные, по вашему мнению, чувства? Вот. Что вы понимаете под ложными чувствами? Что-то это какая-то вот такая интенция быть с кем-то в отношениях, да? Или что? Что это за ложные чувства? Дальше. Вы пишите насчет, как не забыть? Ну, забыть, совершенно очевидно, невозможно. Чувства нужно, важно. Чувства важно прожить, в том числе. И такие вот негативные достаточно. Вот. Прожить и изменить свое отношение к ним. И тогда вам станет легче. Забыть ничего не нужно. Забыть ничего у вас с вами не получится. Напротив, вы стремя забыть, вы по большому счету игнорируете тот опыт, который у вас есть, который вам пытается представить, скажем так, жизнь. Вот. То есть вы игнорируете этот самый опыт. И в этом ничего хорошего даже для вас, в принципе, нет и быть не может. Ничего хорошего. Дальше. Такое чувство, что будет все жить, будет страдать. Ну, сейчас вам действительно так кажется. Сейчас вам действительно так кажется. Это правда. То есть это достаточно такое распространенное чувство. Вот. Ну, время пройдет. Особенно, если вы будете работать над собой. Время пройдет и ситуация начнет меняться. Ну, она может изменится быстрее, если вы, условно говоря, будете работать с психологом. Вот. Вот. А, тут. Такой вот. На-на-на. Дальше. Застем не знакомлюсь. Ну, опять же. Да, какая цель знакомства у вас? То есть. Что вы хотите. Да, чего вы знакомитесь? Ну, или хотели бы познакомиться. Как вы воспринимаете мужчин, с которыми знакомитесь? Там тоже очень важный момент. Дело в том, что вы можете мужчин воспринимать по-разному. Мужчин можно воспринимать только как мужчин. Мужчин можно воспринимать еще и как людей, как партнеров. И, конечно, ситуация несколько усложняется. Если вы видите в мужчинах, то только мужчин и больше, собственно говоря, никого. Вот в этом случае ситуация может быть для вас. Весьма-весьма неприятно. Вот поэтому по возможности от этого тоже нужно отходить. Ну, по возможности, конечно. Вот, конечно, понятно, что получается это не всегда. Вот. Но, тем не менее. Тем не менее. Так. Дальше. Идем. Вы пишите, значит, что в ферментах стало закрытым человеком. Ну, что это значит? Ну, не очень. Понятно. Вот. Вы меня извините. Самое все время в ферментах я стал закрытым человеком. Ну, что вы понимаете под открытостью, что вы понимаете под закрытостью, да? То есть, тут вот, на мой взгляд, ну, не определить, вот, потому что, может быть, вы не стали закрытым человеком. Может быть, вы просто научились уценить свои границы лично. Может быть, вы научились уважать свои личные границы. Кто знает. Вот. Опять же, важный момент. Человек может быть более, например, открытым или более закрытым. Чтобы, чтобы что. Какая цель. А дальше. Нерабочее время подошли к дому. Ну, это все же означает, что к своей работе вы относитесь посредственно. То есть, эмоционального отклика работа у вас, видимо, не вызывает. Вот. А особая в жизни вам, судя по всему, ничего не интересно. Или вы не знаете, что вам может быть интересно. Вот. Или вы, ну, не привыкли следовать тому, что вам интересно. Вот. Вот. Это, конечно, такая довольно неприятная ситуация. Такая довольно, я бы сказал, шикарливая ситуация. А вот. Так что. Представил ходить в заведения, но салоны, косметологию посещают достаточно. На один день. Вы говорите об определенных развлечениях. Вот. Которые, конечно, важны, но которые от них не главны. Вот. И в заведениях, в развлекательных заведениях. Не сказать, что можно встретить людей, которые были бы настроены именно на серьезные отношения. Как это не парадоксально. Но лучше. К тому, может быть, ваша проблема как раз в том и заключает, что вы слишком ориентированы немножечко не на те вещи. Может быть, ориентироваться стоит на общее дело, общие цели, общие истории. Вот. А не на развлечения. Вот. Здесь проявляется, конечно, такой стереотипический характер взаимодействия между мужчиной и женщиной. Хотя я, конечно, могу быть не прав. Дальше. То есть, все применял. Что именно, что применял, не очень понятно. Я знаю в этом, что красивое. Причем здесь это вообще не понятно. Дело не в этом. Хотел узнать, значит, карьеру я сюда не могу найти. И, хотя нравится работа мне сколько-то выдавал душой. Тут надо бы поработать с вашими ценностями. Тогда будет понятно, что именно вам больше по душе и что именно больше подходит. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен. Все его отынку качественно лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok